Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор немецкого штурмовика Junkers 87 серия B2. Штурмовик расположен на первом ранге, имеет BR 1.7, вооружен, точнее, несет всего лишь навсего одну бомбу в 500 кг, но имеет одну турель сзади, одним пулеметом, 72 мм, МГ-15, перед 900 патронами на пулемет, а впереди 2 пулемета с 1000 патронами, это получается на один пулемет 500 патронов, и впереди пулеметы МГ-17, значит, впереди пулеметы немного более новой модели. Скорость мы развиваем всего навсего 383 км в час, это на высоте 4000 метров, то есть у земли скорость будет, конечно, пониже намного. Климпимся мы со скоростью 13 мр в секунду, ну, минус еще там бомба нагрузка отнимает, поэтому климп у нас не очень хороший, как и время виража, всего навсего 25 секунд, и еще увеличивается время виража из-за, опять же, из-за бомбы. Но если ее скинуть, то вполне неплохо можно виражиться. Некоторые игроки еще умудряются отрывать шасси, вот видите, у нас тут шасси действительно убирающиеся, так вот, некоторые игроки пикируют на скорости до тех пор, пока им не отрывают шасси, а потом начинают летать. Таким образом, виражность улучшается. Это первая модель Юнкерса, она вооружена двумя сиренами, которые включаются, если пикировать на высокой скорости у земли. Сделано это, чтобы наводить на врагов панику и страх. В реалистичных боях, конечно, нашему штурмовику тяжело воевать, потому что у нас всего одна бомба. Накрабить мы одной бомбой немного можем. Лучше всего, конечно, скидывать бомбу на какие-то крупные объекты, такие как доты, например. Потому что, ну, забрать один танк будет тяжеловато. Бомбой все-таки движется. И за танк вам дадут меньше, чем за доты. За артиллерию тоже, за ПВО меньше дадут. Поэтому лучше всего кидать бомбы на доты или на мосты. Курсовое вооружение довольно слабое. Воевать один на один с противниками мы не можем. Мы можем оказывать только поддержку нашим союзникам. То есть летать с ними рядом. Чтобы в случае чего они сняли у нас шести вражеский самолет, который обязательно там окажется, потому что такой самолет, как Е-87, это просто лакомая добыча для вражеских истребителей. Если они как только видят эти буквы и эти цифры, Ю-87 это длине как красная тряпка для быка. Они сразу всей толпой стараются нападать на этот бедный штурмовик, который может только обороняться одним пулеметиком. И то так слабо-слабо. За нами уже летит МИГ, который может нас бить. Потому что у него, у МИГа неплохое курсовое оружие. Там есть один пулемет 12 мм. В общем, это самолет поддержки, но ни в коем случае не одиночных полетушек для РБ. В Аркаде, конечно, на нем попроще. Там уже, так как там бобы перезаряжаются, то бомбить на нем можно более эффективно. Опять же, стараясь сбрасываться по дотам, по скоплению техники. Пулеметами можно... Так как мы начинаем на высоте модировщика, то пулеметами можно ковырять вражеские бобры, которые летят, уничтожать наземку. Но опять же, есть риск, что вас подожжет вражеский Михалыч. И ваше желание покрабить или избивать кого-то закончится ничем, провалом. В общем, самолет этот я советую исследовать и покупать только для того, чтобы докачаться до Юнкерса 87-го серии Д-5. Который, я считаю, вообще имбой из всех штурмовиков, наверное, которые есть в игре на этом БРе. И даже выше. Потому что этот самолет из-за своих шести пушек 20 мм, он буквально аннигилирует все вражеские истребители и бобры в лоб. Поэтому только чтобы докачаться до этого штурмовака, я вам, конечно, советую покупать если дует Б-2. Ну, и еще чисто вот для фана он неплохой из-за своих сирен. Прикольно слышать, как они работают при пикировании. Вот. Ну, а так самолет, конечно, ни о чем слабенький. Что по вооружению, что по бомбе. И, конечно, я бы вам советовал его не качать, полностью не выводить в топ. Ну, если вы маньяк, конечно, как я, то можете этим и заняться. Ну, в общем, такое было. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok